Всем привет, с вами сквад и группа фанаты серии Stronghold, и мы снова для вас снимаем необычный формат видео. Вновь в съемках видео принимают участие два человека, но на этот раз мой друг эксперт игры Stronghold 1 Шазам записывает для вас видео, а я его вам озвучу. А запишем мы вам видео об экономике на самой знаменитой нестандартной карте игры этой серии. Создал эту карту один из сильнейших игроков за всю историю этой игры – Багагарин Дрозагром. Карта называется Даревой, но так как на этой карте множество вариантов экономики, мы для вас выбрали самый эффективный вариант, по нашему мнению, из всех вариантов экономики. А именно игру через лицей. Примерно такой же вариант экономики и игрок-создатель этой карты. Используем настройки игры. Такие игроки используют и профессиональные комьюнити этой серии. А именно Альфа Рулис. То есть у нас уровень развития поздний, золото у нас на нуле, начальные ресурсы – Мара, начальной армии – нет. Запрещаем продажу оружия. Так, войска за деньги. Параметры связи, скорость игры – 60. Ну что, начинаем? Как обычно, постройку экономики мы начинаем со строительства амбара. Только здесь, как и в Грессу Холд Крусейдер в режиме экономики «Но Макет» ставим один амбар, так как на минимальных ресурсах вам дается мало дерева. И мы его экономим для постройки остальной экономики. Дальше, как обычно, мы начинаем со строительства лесопилок. Но обратите внимание, Шазан их ставит среди деревьев, а не рядом с ними. В таком случае добывается дерево намного быстрее. Чтобы вам проще было ставить лесопилки среди деревьев, жмите к каравишу «Пробел». Дальше обязательно ставим рынок. Так как если вы потратите все дерево, то не сможете поставить рынок и купить новое дерево. И строительство вашей экономики замедлится. Вы скажете, а зачем его ставить, так как у нас все равно нет зорота. Но на минимальных ресурсах вам еще дается немножко камня и метара. И его выгодно продать, купить дерево и построить как можно быстрее экономику. И запустить ее как можно раньше. Обратите внимание, рынок ставится на горе. Для того, чтобы сэкономить место для строительства остальной экономики в замке. Дальше увеличивается скрат. И вот, продается вот камень и металл. Это все деньги Шазам закупает дерево. Ставит три домика. И начинает строительство экономики с яброй. Ябр они являются основным средством дохода в игре Стронхолд 1. И начинают именно с них, так как они принесут намного быстрее деньги от вложенного дерева, чем каменноровни и металл. Как и в игре Стронхолд Круссейдер, я бы они садятся по сезонам. Видим, что Шазам успел поставить одну металлическую руду. Выключим металлическую руду, так как работник мешал поставить следующую. Здесь, в отличие от игры Стронхолд Круссейдер, гораздо выгоднее ставить раньше металл, чем камень. Поэтому на этой карте всегда начинают с металлом, так как на него затрат на дерево намного меньше. И мы видим, что яброки уже успели принести доход. Так как на камеролом мне нужны еще лоры. Ставится стенка деревянная, так как камня еще нет, чтобы предотвратить раш оппонента теми же бухгалтерами или копейщиками. И начинает строить каменолом. Запасы провизии убывают, мой лор. Как видим, яброки приносят очень быстро доход. Может очень маленький, но он приносится довольно-таки быстро. Сперва выстраиваются каменоломни. Не обращайте внимания, что, возможно, некоторые каменоломни уже будут давно лежать камень, а быки его не возят. Откуда достроятся каменоломни, поставленные быки успеют привезти в камень. Также ставится на всякий случай одна мастерская ручников. Для того, что если бы вас будут рашить, вам хоть кем-то будут отбиваться. Так как здесь, в отличие от Игрису Крорусейдера, нет наемников. И если вы поздно поставите производство оружия или не успеете его произвести, то вас могут просто-напросто заражить. Поэтому на всякий случай ставится одна мастерская ручник. Затем следующее. Третье, но я думаю, больше четырех ставить не будет. Четыре, чтобы отбить стартовый раш. В принципе, вполне достаточно. Также нужно следить, чтобы было дерево для производства руков. Мы видим, что сам забыл одну. Я броню, но это не критично. Не хватает зол. Там уже скопился камень. Ставятся бычки. Начать его перевозить. Но обратите внимание. Ставится не по два бычка, не по три, как в Игре Стонхорд. Карусейдер ставится, как именно эксперты ставят в Игре Стонхорд Карусейдер по одному бычку. Так как в два или три бычка камень будет загружаться гораздо дольше, чем именно в одного бычка. Загрузится гораздо быстрее, и вам гораздо быстрее его перевезут. И вы гораздо быстрее его продадите и получите доход на развитие своей экономики. Встретився каменного я не закончилась. Нет свободных людей для этой работы. И доставляются бычки с домиками. И вот. Начинается постройка доспехов для рыцарей. Ставится броня. И сразу мечи. Запасы камня слишком много. Обратите внимание, ставится казарма. Она ставится на горе в специально отведенном месте. Конечно, можно ее поставить в другое место. Это не принципиально я так и делаю. Но создатель этой карты под казарму отвел в специальное место. Правда, оно больше, чем сама казарма, но тоже не суть. Нанимаются лучники. На случай, если противник будет рашить. Не хватает товаров. И на этой карте есть специальные места под пшеницу. Ну и хлебную экономику. Точнее, под пекарню. Сюда вразит три пшеничные фермы. Также есть скрытые места, где можно добывать нефть. Так же на этой карте есть специальные места, отведенные под конюшни. Если ваш оппонент будет невнимателен, то он может не заметить, что вы поставили конюшню. Так как конюшни будут втоплены в горе. И вы сможете вашего оппонента рашить неожиданно. Также тут есть места под домики. Но под домики я не думаю, что это совсем обязательно скрывать. А вот под конюшни. Это интересная идея. Также конюшни ставятся как можно быстрее. Чтобы как можно быстрее начать рашить вашего соперника. В этой игре, вот и честно, хокер и усейдер, даже четыре коня могут очень сильно навредить вашему оппоненту. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Особенно если он этого не ожидает. Не хватает. Так же, в отличии от игры Stronghold Crusader, здесь практически везде можно ставить цирные фермы. И так как это место пустует, гораздо выгоднее его застроить цирными фермами, чтоб оно хоть приносило хоть какой-то доход. Я броню здесь вы построить не сможете. Это нельзя здесь разместить, мило. Так же вы в будущем сможете перейти на производство кожаной брони. Мясыльная ферма. Добавляется экономика по производству мечей и брони. Не хватает золота. И уже принесем пшеницу. Я думаю, что сам скоро начнет производить хлеб. Это нельзя здесь разместить, мило. Это нельзя здесь разместить, мило. Так как пшеницы еще не сильно много, он не спешит с этим. И вот, ставится одна мельница, одной в парне достаточно на таком расстоянии. И вот, есть специально отведенные места под производство пекарен, строительство пекарен точнее. Трегментара здесь очень много, поэтому лучше побольше построить производство мечей и брони. Чтобы вы могли нанять как можно больше лицарей. Нужно дерево. Это нельзя здесь разместить, мило. Так все, видимо, наблюдает за своим оппонентом. Я, конечно, ничего не делаю, но во время игры стоит наблюдать за вашими оппонентами, что они делают. Все, хлебная экономика достойна. Она будет приносить очень много денег. Даже несмотря на таком далеком расстоянии от скрада. Запасы золота слишком малыша. Есть специально отведенные места под трактиры, но я их обычно не ставлю. Так как они в первом Стонхолде не так эффективны. В отличии от игры Стонхол Крусейдер. Так как дают всего лишь плюс четыре. И население тут, как правило, в экономике гораздо меньше. Доход от того же будет такой большой. Когда вы убили все дерево, удаляются лесопилки для освобождения места. Это нельзя здесь разместить, мило. Для строительства работающие экономики. Они простаивающие. Видим, что на любом доступном месте ставятся сырные фермы, чтобы его заполнить. Чтобы оно не пустовало впустую. Добавляются мастерские ручники. Видим, оружейные заполнились. Удаляется одна мастерская ручка. Или добавляется еще одна оружейная. А, я понял. То есть тут специально отведенное место по казарму и гильдии инженеров. То есть там рассчитано все верно. Видим, что популярность плюс 3 можно поставить на лоб. Это из-за разности еды, так как добывается не только яблоки, хлеб, но и сыр. Люди любят вас, Мойлор. Если у вас были только яблоки и хлеб, то плюс 1. Ну так как три вида провизии и плюс 2. Боробу мяса, боробу плюс 3, наверное. И вот, когда уже экономика практически выстроена и вы поняли, что оппонент вас не зараживает, лучше вашу экономику переключить на арбалеты. Так как ручники, они эффективны в начале игры, когда вам нужны маневренные войска и быстрые. Они быстро делаются и в дефе вам помогут. И если вы захотите поатковать, так как они быстро бегают и очень маневренные. Но когда уже ваш деф выстроен, игра затянулась, то гораздо выгоднее перейти на гораздо более мощных арбалетов. Они менее маневренные, но зато шотают ручников, убивают с первого выстрора. Видим, что Шазам это и делает. Как грубая пробивная мощь, арбалеты гораздо выгоднее. Особенно, когда ваш оппонент также выстроил деф и уже маневренные войска вам особо не помогут. И ставится производство кожной брони. Кожная броня здесь, по-моему, добывается гораздо медленнее, чем в Крусейдере. Поэтому нужно ее строить гораздо больше. Точнее, очень много. Но так как у Шазама гигантское количество сырных ферм, я думаю, тут ее можно построить достаточное количество. Также не забывайте о покупке дерева. Если у вас закончится дерево, то производство арбалетов остановится. Поэтому за этим нужно всегда следить за количеством дерева на скраде. Добавляются бычки, так как Шазам видит, что на скраде уже скапливается камень. Поэтому он добавляет еще по одному бычку. Это не влияет на скорость его перевозки, так как камня на скраде уже достаточно. Они не будут воровать дух по двугрокам. Это нельзя здесь разместить, милот. Здесь нет работы, милот. И как выстроена уже вся экономика, можно укреплять свой деф. Ставится каменная стенка и барбакан. Для чего Шазам окружает так вот барбакан стенкой? Объясняю. Барбакан ромается очень быстро. Особенно теми же буравщиками. Ну или теми же лицами. И чтобы им ромать было барбакан дольше и неудобней, он окружается вот так вот стенкой. Оставляется один пиксель прохода. Потому что если бы у вас было бы три пикселя, то он также в принципе ромался бы достаточно быстро. А через один пиксель срамать его быстро это не получится. Видим сырная ферма Мишара выходу. И у меня тут. Также за этим. Следите, потому что некоторые игроки не понимают, почему войска не могут выйти с барбакан. Вроде бы там сырная ферма. Если мы посмотрим тут заборчик, через который можно ходить, но войска через него не ходят. Также в игре Стронхорд 1 крайне выгодно ставить трапы. Их выгодно ставить и в Крусейдере. Но здесь их выгодно вдвойне. Потому что когда вас атакует враг и срабатывает вот эта ровушка, то войска, в отличие от Крусейдера, застреливают в этой ровушке и не могут идти ромать стену и барбакан. Похудова не исчезнет анимация от этой ровушки. А это в принципе достаточное время, чтобы расстрелять противника. Поэтому здесь очень плотно ставится в общие ямы. Нужно дерево. Оружейная полна милор. Это нельзя здесь разместить милор. Это нельзя здесь разместить милор. Ну вот в принципе и все. Это все, что мы хотели вам искать об этом варианте экономики на этой карте. Конечно, здесь еще старая свободная пространство, куда можно было бы впихнуть еще немного экономики. Но, как по мне, это будет уже излишество. Ну а если без фанатизма, то, как по мне, это оптимальный вариант экономики, который можно построить здесь. Ну а мы будем прощаться. Если вам не сложно, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это является громадной помощью для нас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok